Сегодня в парке Тондило проходит День семьи, организованный у права Лас-Намяя. Много всего интересного. Это и современное искусство граффити, это бесплатные батуты, всевозможные конкурсы, игра в народный мяч, скауты. И молодежный центр Лас-Намяя также предоставляет детям возможность проявить свои творческие навыки. Да, я сегодня ведущий, и я сегодня не только ведущий, я и все-таки успел сегодня поприседать, поотжиматься. Все, что проводили, все сделал. Уже вот впервые за 21 год. Наша команда, которая работает здесь последние два года, она полностью изменила концепцию этого праздника. Потому что главная задача семейного дня, с моей точки зрения, это чтобы вся семья была задействована в каких-либо мероприятиях, в каких-либо действиях. Я немножко пришла и посмотрела, как поступает кто-то. Более взрослые жители района и гости тоже могли найти занятия. Это и йога, это и успокоение, и спорт, все что угодно. У нас здесь эстафеты, соревнования, игры, детей мы разупрашиваем, аквакримом, родители и бабушки, дедушки будут заняться йогой. То есть на самом деле здесь очень много мероприятий, которые предназначены для каждого члена семьи. С погодом нахуй, это, наверное, спасибо нашему новому сотруднику в логике Каудры, которая также организовывала это мероприятие. В 2017 это год, когда дети выходят на первый план, семерка это число семьи, поэтому очень рады, если сегодня здесь мамы и папы, совместно с детьми, принимают участие в таких спортивных, в том числе, ну, шуточных, что ли, детских мероприятиях. Я сегодня, когда была тренировка от MyFitness, они проводили невероятные упражнения, участвовали реально и молодые, и маленькие, и пожилые, все люди участвовали. Хочется поблагодарить жителей за то, что они неизменно приходят на наши мероприятия. Я даже знаю, что я здесь разговаривала с людьми, приехали даже из Марду, потому что слава о наших праздниках, о наших мероприятиях идет далеко за пределы Лас-Намяя. Продолжение следует...